А для начала подпишись на канал и поставь лайк. Певица Женя Огурцова призналась, что постаралась забыть как страшный сон времена, когда была участницей популярной группы Ронетки. Девушка честно рассказала о домогательствах и насилии, с которыми столкнулась она и ее коллеги по шоу-бизнесу. Огурцова стала гостьей программы «Алена. Блин», в которой прокомментировала свою книгу Ронетки. Счастливый билет в ад. В произведении она рассказала о домогательствах, физическом и эмоциональном насилии в коллективе. Бесследно период творческого пика для знаменитости не прошел. Огурцова призналась, что постаралась забыть как кошмар историю неимоверного успеха, за который пришлось заплатить эмоциональным и физическим здоровьем. Чтобы увидеть белое, должно быть еще и черное, наверное. У 80% артистов есть закулисья, за которым происходит то, что известно далеко не всем. И далеко не все решаются об этом рассказать. Когда я выпустила книгу «Счастливый билет в ад», коллеги по сцене мне начали писать, «Жень, а у нас то же самое. А у нас похоже», — заявила Огурцова. По ее словам, не только группа Ронетки столкнулась с такой глобальной проблемой, но и другие люди. Огурцова сообщила, что насилие присутствует во всех сферах творческой деятельности, в том числе в балете. Девушка в своей книге обвинила в истязаниях продюсера Сергея Мельниченко и других лиц, занимавших руководящие должности. Их имена она называть не стала из-за страха. При этом, по словам певицы, непристойности позволяли себе не только работавшие с командой люди, но и другие известные артисты, в том числе Барри Алибасов.